В этом видео я говорю про Крокоблок. Это премиум плагин для того, чтобы расширить в возможности и функционал конструктора страниц Elementor Pro на WordPress. В этом видео хочу разобрать параллакс эффект, который предлагает Крокоблок. Сейчас я нахожусь на сайте разработчика. Демонстрация данного эффекта. Что такое параллакс, кто не знает. Это возможность, например, при взаимодействии с мышкой. Вот я двигаю мышь, вы видите, объекты движутся. Мышь, например, в одну сторону, объекты в другую сторону. Интересный эффект. Он уже не новый, но параллаксы бывают разные. И здесь есть много вариаций, какие есть возможности. Дальше разработчики показывают горизонтальный параллакс. То есть при прокрутке, видите, объекты движутся. Дальше вертикальный параллакс. Это когда объекты. Вот яркий пример. Видно, что объекты движутся. Дальше идет взаимодействие с мышью. Дальше движутся. Дальше блур. Это прозрачность. Опасити прозрачность. Блур. Это размытие. То есть видно, что вот этот объект при прокрутке, он становится блеклым. Дальше зум. Это увеличение. Видно, что объект увеличивается. Вот этот вот. То есть здесь представлены все возможности вот этой фичи параллакса от крокоблок для Elementor. Здесь уже 3D параллакс. То есть движение мыши. Вы видите, как рамка с картиной Mona Lisa у нас движется. Если вы захотите воочию посмотреть вот эти эффекты этой страницы, как на нее попасть. Здесь вот, кстати, Rotate. Это поворот взаимодействие. При прокрутке страницы вы видите, объекты прокручиваются. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Также на моем сайте fedorvasiliv.com. На сайте разработчиков перейдете сюда. JetElements. Далее вы посмотрите ниже. Это у нас секцион параллакс. Вот сюда перейдете и увидите демо. Я же в этом видео покажу более простой пример. На своем демо-сайте Elementor Pro. Это вот такой вот гамбургер. И каждая его часть, она отделена и движется очень интересно. Вы видите, я двигаю мышь. Это все движется. Я в этом видео покажу, как я это реализовал. И дам практические советы. Меня зовут Федор Васильев. И подробности в этом видео. Чтобы такое реализовать, вы должны понимать такую вещь. Вы должны подготовиться. Чтобы вот так вот это все смотрелось, каждая картинка двигалась в отдельности. Во-первых, нужно где-то найти такое изображение, если вы сами не художник и такое нарисовать не сможете. Ну, в интернете много чего есть. Во-вторых, каждая картинка – это отдельная картинка в формате PNG с прозрачным фоном. Возможно, вы не сможете найти сразу готовое решение для своих экспериментов. В частности, реализация параллакс эффекта. Тогда придется найти какой-то, возможно, PSD-исходник или клиппорт. И в редакторе Photoshop, например, разделить каждый объект на прозрачный фон поместить. То есть, примерно это выглядит вот так. Вот у меня есть четыре картинки. Вы видите, каждый элемент вот этого гамбургера, он у меня отделен на... Это отдельная картинка PNG-формат с прозрачным фоном, как я уже и говорил. То есть, я сейчас покажу на примере, как это реализовал я. Дальше уже у вас будет возможность повторить это, уже используя какие-то свои картинки. Итак, я перехожу в режим редактирования в Elementor. Вот вы видите, все здесь у меня движется, все это есть. Откуда эта опция, я сразу вам покажу. То есть, вы должны в конструкторе Elementor перейти в любую секцию, там, где вы хотите сделать какой-то параллакс эффект. Вот я захожу по точкам. Вы увидите вот здесь вот Jet Section Parallax. Вот такую вкладку. Откуда она здесь взялась, давайте сначала все-таки я покажу. Это нужно, чтобы у вас был установлен плагин Jet Elements. В прошлом видео я показывал тоже один из элементов на фоне гистограммы, как я это сделал. Вот, если вы не смотрели, можете посмотреть. Смотрите, вот здесь вот есть настройки Jet Elements. Здесь есть вот такая вот вкладка. Если вы не будете пользоваться, она вам там мешает, вы можете вот так вот отключить ее. Тогда этой вкладки вообще не будет. То есть, вот эта вкладка, она позволяет вот в этом Jet Плагин реализацию этого параллакса. Ну, также здесь вот у меня установлен Jet Elements. Если вам слишком много вот этих вот плагинов, и вы не будете использовать многочисленные из них, потому что они все у вас там будут в этой кучке, да, то вы можете просто переключателями отключить те, которыми вы пользоваться не будете. Ну, и другие возможности. Здесь подключение MailChimp. Это mail рассылка Instagram, Google карта. Здесь ключи IP надо прописывать, да, чтобы у вас эти вещи работали. Все, здесь я показал. Возвращаюсь я на страницу. Возвращаюсь в странице «Главное». Там я все это делаю в режиме редактирования через Elementor Pro. Давайте я сделаю все сначала. То есть, вот эту секцию я удалю, скажем. И создам новую. Вот, перетащу ее наверх. Пускай будет здесь. Все, смотрите. Кликаю по вот этим вот точкам. Сразу хочу сказать, если картинка большая у вас будет для параллакса, то сразу нужно перейти сюда и решить вопрос с отступами. Я сделаю по 400 пикселей сверху. Видите, везде отступы проставляются. Надо вот сюда нажать. И тогда будет только там отступ, где вы пишете. Низ, снизу. Тоже 400 пикселей. Вот так. Дальше я перехожу сюда. Вот она Jet Elements. Здесь все довольно-таки просто. Давайте с одной картинки начнем. Вот сюда вот переходим. Сюда вы загружаете первое изображение для вашего параллакс-эффекта. У меня картинки уже загружены сюда, в WordPress, да. Соответственно, смотрите. Первая картинка – это вот эта у меня идет шапка, так скажем, да, нашего гамбургера. Булочка с кунжутом. Вставляю. Изначально вы здесь можете ничего не увидеть. Давайте вот здесь вот поиграемся. Смотрите. Размер фото. Вот она появилась. Дальше авто опять. Вот она здесь есть. Сейчас вы видите, что параллакс работает при прокрутке. Вот она движется немножко. Давайте по порядку. Вот эта вот скорость эффекта – это насколько она подвижна будет при движении, например, мыши. Здесь вы выбираете, какой будет использовать параллакс. Как вы уже видели в демо, вертикальный, горизонтальный, там, размытие, blur, rotate, поворот, да. То есть вот, например, видите, она крутится при прокрутке. То же самое, blur – это размытие. Сейчас она размыта, но когда я кручу, она проявляется. Или можно сделать, чтобы она изначально была не размытая, а при прокрутке размывалась. Так же здесь другими можете поиграться. Например, горизонт. Она будет, видите, уезжать вправо. Вот видно, что она движется. И вот это как раз решает, насколько она будет движется. Видите, быстрее движется. Вот этот ползунок. Если я поставлю его в единицу, то он практически не движется. Вот это вот как раз ползунок здесь и решает. Дальше положение фона по оси XY, то есть смещение картинки влево, вправо, вверх, вниз. Вот этими опциями можете поиграться. Дальше размер фото можно оставить. Авто, свойства. Вот здесь вот есть положение фона, эффект трансформации, 3D. Ну, вы видели все эти эффекты в демо-версии. Я здесь, в принципе, не меняю в моем случае ничего. И дальше активно для устройств. Вообще для мобильных версий такие вещи обычно не показывают. И здесь вы можете либо включить для мобильных устройств, выбрав его здесь, либо его не выбирать, по крестику удалить, чтобы на планшете тоже этот эффект не работал. И работало только для ПК. Так как меня интересует мышь, я поэтому выбираю движение мыши. Смотрите, даже здесь в режиме редактирования я двигаю мышь. Вот здесь будет ярко видно вот эту работу, вот этого ползунка. Смотрите, видите, практически не движется картинка, хотя мышью я двигаю резко. И вот каждый кусочек картинки можно сделать с разной скоростью, чтобы эффект был более такой очевидный. Ну, пускай будет вот как-то так. Что мы делаем дальше? Как добавить другие изображения? То есть это изображение, оно остается здесь. Мы нажимаем добавить элемент. Я кликаю сюда. Следующий у меня идет картинка вот эта на очереди. Вот, я ее здесь вставляю, ее не видно. Вот здесь вот просто переключаем. Потом авто. Она здесь появляется. Сразу выбираю движение мыши. Вот вы видите, они уже обе движутся. Вот как раз для этой картинки пускай будет какое-то другое значение. Так, чтобы она немножко... Вот она, видите? Как бы движется быстрее, чем первая картинка. И здесь есть еще такой Z-индекс, кто не знает, что это такое. Это расположение картинки на передний, на задний план. Скажем, верхняя булочка сейчас стоит как надо. Но если я вторую картинку Z-индекс поставлю, вот здесь хотя бы единицу, то вы видите, картинка вторая, которая должна быть под булочкой, она сейчас находится над ней. Если вдруг у вас будет какое-то несоответствие картинок, вы сможете вот этим Z-индексом поиграться. В данном случае я его здесь не проставляю, потому что у меня все картинки смотрятся нормально. Дальше уже понятно, я нажимаю добавить элемент, и вроде бы ничего не происходит. Я так понимаю, здесь есть некий баг, и как он лечится? Вы нажимаете обновить. Кстати, можно пройти на сайт сразу, посмотреть, что у нас, в принципе, работает все. Вот они, две картиночки, движутся. Здесь я обновляю страницу в режиме редактирования. Сейчас, по сути, мы лечим этот баг. Я захожу еще раз сюда, и третья, видите, появилась. Я так полагаю, это некий баг. Думаю, что его в обновлении исправят. То есть, по сути, неограниченное количество можно добавить вот таких вот элементов. Соответственно, по аналогии, я добавляю следующий. Также картинку не видно здесь. Играемся, переключаем авто. Все ее видно. Не забываем, например, движение мыши. Все, она тоже движется. Делаем, давайте, поменьше, чтобы она меньше двигалась. Видите, нижняя третья булка, она движется еще медленнее, так скажем. Здесь просто нужно тонко как-то все настроить под себя. Добавить элемент я нажимаю. Опять его не видно. Нажимаю обновить. Еще раз обновляю. Так сказать, лечим этот баг. И в четвертый элемент я добавляю последнее изображение. Делаю движение мыши. Здесь переключаем. Все. У нас с вами все готово. Делаем чуть поменьше скорость. По поводу размещения. Вот смотрите, например, вот здесь вот я сделаю 40. Давайте даже сделаем 10. Видите, чтобы эта булка как бы немножко вниз спустилась, чтобы ее было лучше видно. То есть примерно вот так вот, естественно, можно поднастроить, потому что вторая картинка движется, на мой взгляд, слишком агрессивно. Можно сделать ее помедленнее. Давайте я сохранюсь. Сам принцип я рассказал. Вам останется лишь реализовать это в своих каких-то идеях, как это будет лучше смотреться. Надеюсь, вам урок был понятен, полезен. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok